Привет, друзья! AppleInsider.ru представляет новую серию проектов Flashback, в которой мы погружаемся в прошлое и рассказываем о том, чем запомнилась нам эта неделя в истории Apple. Итак, сегодня в нашем выпуске. Apple I. Начало истории великой компании. Рон Уэйн. Несостоявшийся миллиардер. Первые попытки запускать Windows на Mac. Apple II штурмует рынок. Изначально планы основателей компании Apple ограничивались спайкой компьютерных плат с целью продажи энтузиастам активно развивавшегося компьютерного рынка. А уже потом эти энтузиасты должны были самостоятельно вырезать корпус для своего компьютера, установить в него блок питания, подключить дополнительные чипы и так далее. Но все изменилось, когда Стив Джобс договорился на поставку 50 компьютеров Apple I в магазин ByteShop. Тогда стало понятно, что пользователям не нужен конструктор и нужны готовые к работе машины. Конечно, то, что в итоге получил ByteShop, назвать полноценным компьютером никак нельзя. Комплект включал в себя материнскую плату, процессор, а также видеопамять, которая хватала для того, чтобы выводить на монитор 24 строки символов. Все вышеперечисленное было упаковано в деревянный корпус ручной работы и называлось Apple I. 11 апреля 1976 года первый компьютер от компании Apple поступил в продажу. Как мы знаем, компания Apple была основана тремя людьми – Стивом Джобсом, Стивом Возником и Роном Уэйном. 90% компаний разделили между собой два Стива, оставшиеся 10 достались Уэйну. Когда люди узнают историю о том, как Рон за бесценок продал свою долю Apple через две недели после ее основания, то они считают его как минимум неудачником. Ведь сегодня 10% акции Apple можно было бы продать за несколько миллиардов долларов. Но многие не догадываются о том, что, принимая решение уйти из Apple, Рон Уэйн думал о своем будущем. Как полноправный партнер Стива Джобса и Стива Возника, Уэйн разделял с ними всю ответственность за все долги компании. Однако, имея печальный опыт венчурных инвестиций в прошлом, он боялся обжечься вновь. Поэтому, когда Стив Джобс начал активно занимать деньги для выполнения своего первого заказа от ByteShop, Уэйн решил, что нужно что-то делать. И в качестве верного для себя решения он выбрал следующий вариант. Ватаре остаться, а из Apple уйти. За свои 10% акций Apple Рон Уэйн получил 800 долларов. И 12 апреля 1976 года официально стал первым бывшим сотрудником Apple. Американская компания Connectix впервые прославилась тем, что выпустила Randabler. Весьма полезную программу, которая за счет сжатия данных позволяла более эффективно споряжаться с гудым объемом оперативной памяти компьютеров Macintosh. С течением времени цены на модули памяти падали, и в конце концов упали настолько, что вместе с ними упала ценность и Randabler. Однако в Connectix все понимали, что стоять на месте не стоит. Результатом желания Connectix двигаться вперед стал пакет Virtual PC, который позволял запустить на Mac в режиме эмуляции операционную систему Windows. Особой производительностью Virtual PC, конечно, похвастаться никогда не мог, но предлагал при этом вполне хорошую скорость для большинства задач. Немного позже Microsoft выкупит все права на Virtual PC и продолжит выпускать этот продукт по собственным брендам. Впервые Virtual PC был анонсирован 14 апреля 1997 года. Конечно, компания Apple дебютировала на рынке компьютеров с Apple I, но лишь с появлением Apple II ее начали воспринимать всерьез. Хотя, если судить по сегодняшним меркам, Apple II не тянет даже на хороший инженерный калькулятор. А ведь в середине 70-х это был полнофункциональный компьютер. История Apple II наглядно показывает, что ограниченный ресурс – это не всегда плохо. Столкнувшись с основным дефицитом необходимых микросхем и плат, Стив Возник сделал все, чтобы обойтись тем, что было ему доступно. И хотя в процессе кропотливой работы ему пришлось идти на множество компромиссов, в итоге компьютер вышел не хуже, чем он планировал. Более того, он был даже лучше и гораздо дешевле. Сначала новый компьютер был принят покупателями весьма холодно, но все изменилось, когда под него была написана программа VisiCalc и выпущен первый дисковод. Компьютер Apple II депутировал 17 апреля 1977 года и продавался настолько успешно, что гораздо более современный Macintosh смог обойти его по продажам только в 1987 году. Вот чем запомнилась нам эта неделя в истории Apple. Ждем нас на том же месте через неделю, чтобы поговорить об Apple II C, Apple Watch, PowerBook, Apple III и скандале с iPhone 4. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok